Доброе утро, граждане Республики Астан. Меня зовут Белар Сергей. Это видео только для тех, у кого есть пенсионный аннуитет. Вот только для у кого есть пенсионный аннуитет. Полезно было для тех, кто предполагает рассматривать доллар пенсионного аннуитета. У кого есть доллар пенсионного аннуитета, вы знаете, что у нас есть к доллару график страховых выплат. Через каждые два года мы можем менять страховую компанию. Это вот мой график. Я заключил в 2020 году, соответственно, в 2022 году я имею право поменять страховую компанию. Перевел 14 миллионов 400. Соответственно, через два года у меня выкупная сумма 13 миллионов. Это примерно на миллион 400 меньше. Это связано с организационными расходами на создание доллара аннуитета. Кроме того, я уже получаю деньги ежемесячные. И у меня было комиссионное вознаграждение. И это выгодно. Теперь смотрите. Каждый год страховая премия увеличивается. Вот сейчас я получаю 54 тысячи. На следующий год буду получать 57 тысяч деньги. Это немного. Я могу оставить эти деньги в этой страховой компании. Я буду получать также ежегодно на 5% больше. Но бывают ситуации, часто ко мне обращаются, люди говорят, нужно получать больше комиссии. Ну, потому что есть расходы и так далее. Есть калькулятор. И давайте рассмотрим варианты, что мы будем, если заберем все деньги, или технично инвестируем, или еще что-то будет делать с этими деньгами. Итак, первый вариант. Вот у меня деньги. 13 миллионов 82 тысяч деньги. Это выкупная стоимость. Вот в соответствии с этим долларом. Вот у меня доллар. Через два года выкупная стоимость 13 миллионов 82 тысяч. Отлично. 13 миллионов 82 тысяч. Выкупная стоимость для страховой компании новой. Это и есть перевод пенсионных накоплений. Кроме того, у меня есть еще деньги в пенсионном фонде. Те деньги, которые остались у вас в пенсионном фонде и накапливаются, потому что вы продолжаете платить пенсионные члены, вы можете также перевести их в новое аннуитет через два года. Вот у меня накопление в пенсионном фонде 222 тысяч тенген. То есть я могу еще и сюда добавить 2-3 миллиона. 13 миллионов у меня выкупная стоимость. 200 тысяч у меня еще накопли из пенсионного фонда. Соответственно, я могу перевести и заключить новый доллар пенсионного аннуитета с другой страховой компанией на сумму 13 миллионов 282 тысяч тенген. Понятно, да? Что мне за это предложит страховая компания? На сегодняшний день максимальное вознаграждение комиссионное 16%. То есть мне могут заплатить 2 миллиона 125 тысяч тенге. Хорошо. Если эти деньги потрачен, что будет мне платить новая страховая компания? А новая страховая компания будет платить мне 49 тысяч 777. Но если бы я не перевел деньги от прежней страховой компании, я бы получал 57 тысяч. То есть если комиссионное вознаграждение, я все потрачу. То я буду получать на 7545 тенге меньше против того, что я мог получать в другую компанию. Но здесь есть выбор. Или я получаю на руки 2 миллиона, а ежемесячно получаю меньше на 7500 тенге в первый год. Второй год меньше на 7900. И так дальше разница будет увеличиваться. То есть вы решать как? Вы получаете 2 миллиона, но ежемесячный выплат у вас снижается. Хорошо ли это? Плохо? Это вам решать. Второй вариант. Вы эту сумму можете перевести в депозит. Какие у нас депозиты? Давайте посмотрим предложение депозитов. Вот я открываю. Например, Каспий банк предлагает нам депозиты годового вознаграждения 12,3. Ежемесячная выплата. То есть получается примерно 1% в месяц. Есть еще хомкредит. Они предлагают 14,9. Но обратите внимание, на самом деле не 14,9. Это как бы эффективная ставка. На самом деле выплачивается ежемесячно только 13,89. Но имейте в виду, что это еще не факт. Потому что это на 12 месяцев. Через 12 месяцев ставка может измениться. Потому что вот говорят на 2-4 месяца будет 11%. А на год 13. Что это значит? Первый год вы заплатите. Вам будут платить 13,89 годовых. Через год пролонгируют. Какой там будет процент? Помните, у нас был 9,5%. А вот сейчас предлагают 11%. То есть это вам решает, сколько. Каспий, кстати, тоже предлагает только на один год. Больше, чем на год не заключает. Потому что большая волатильность рынка. И так далее. Ну давайте посмотрим, исходя из этих ставок. Если я переведу на 12,3% или 13,89. Значит я буду получать ежемесячно с этой суммы, которые мне дадут комиссию вознаграждения. Я просто положу грубо на депозит. Я буду получать по 21,000 тенге. Например, с Каспи или с Хом я буду получать 24,000. Но мне же новая страховая компания будет платить только 49,000 тенге. 49,000 плюс 21,000. Значит я в месяц буду получать 71,000. Если я ставил бы в страховой компании. Вот здесь вот отдельная строчка обратите. Я бы получал только 57,000. Вот в соответствии с этим графиком. Я бы получал 57,000, потом 60,000 тенге. Ну вроде бы неплохо. Но если я перевожу деньги в депозит. Я начинаю получать 70,000. Не 57, а 70. Значит первый год. Я больше в месяц получаю на 14,000. Второй год на 13,000. Почему? Потому что размер на депозит у меня остается. Проценты я изымаю. Значит эта сумма не растет. Это в страховой компании. Деньги, которые вы положили, они растут все. В депозите, если вы снимаете деньги, они не растут. Конечно вы можете их оставить. Но тогда какой смысл в этом изъятии денег. Переводим в страховую компанию. Еще один вариант. Вы можете перевести не всю сумму. Не 2 миллиона 125 тысяч в моем случае. А например, у вас есть потребности. Ну миллион 125 тысяч вам надо потратить. Потому что весна, надо что-то покрасить. Лето и так далее. Давайте посмотрим. Я переведу только 1 миллион. Тогда соответствие буду получать 10 тысяч или 11 тысяч. Но это в любом случае будет больше, чем я оставил бы эти деньги в страховой компании. Самая большая опасность в этом, знаете, в чем? Что на депозите долго деньги лежат. Обязательно появляются кучи потребностей, чтобы их истратить. Ведь обратите внимание, пенсионные накопления у нас это только 10% от нашей заработной платы. Ну плюс еще 9% подоход налог. На самом деле 10%. Ну и эффективно это только 9%. Соответственно у нас на руках остается 81%. И что мы с этими 81% сделали? Потратили. Их у нас не осталось. Если бы пенсионный фонд не избавил у нас 10%, и этих денег бы у нас не осталось, согласитесь, у большей части, конечно, населения. Соответственно получается, что можно перевести депозит. Если я, например, потрачу вообще все, я буду получать 49 тысяч, то есть минус каждый месяц по 7500. Я могу, например, перевести 800 тысяч тенгель. 800 тысяч тенгель переведу с этих 2 миллионов. Тогда, соответственно, я примерно буду получать то же самое, если я положу на депозит, например, в Каспи-банку. Примерно то же самое на 655 тысяч тенгель первый год, второй год на 278, но потом может пойти убыток. Но я, конечно, через 2 года могу в 2024 году снова поменять строку у компании и опять получить 1 891 тысяч тенгель, потому что была такая выгодная стоимость. То есть мы можем все это прогнозировать. Кому интересно, можете обращаться ко мне, я посчитаю. Стоимость моих услуг 15 тысяч тенгель. Я помогу вам подсказать, что мы можем сделать с этими тенгелями. Куда инвестировать, я не подскажу, но я подскажу на уровне консервативных решений, например, как депозит в каких-то банках. Есть третий вариант. Третий вариант, если я все вознаграждение, которое мне предлагает страховая компания, и тут же переложу в новую страховую компанию. То есть я беру выкупную стоимость в первую страховую компанию, которую я заключил, плюс комиссионное вознаграждение, которое предлагает мне новая страховая компания, беру и просто положу ее туда же. Вот у меня 1389 плюс 2 125 тысяч тенгель. Ну, еще могу добавить, еще плюс, могу доложить еще 200 тысяч тенгель добровольных. Что я в итоге получил? Я получил только 56 997. Если бы я не менял бы страховую компанию, я получил бы 57 тысяч. Если я поменяю страховую компанию, даже все комиссионное вознаграждение, уложу в страховую компанию, ни копейки не потратив, я получил на 330 тынг меньше. То есть мне не выгодно менять страховую компанию. Не выгодно менять страховую компанию и вкладывать туда же страховую комиссию. Не выгодно, если я беру эту комиссию и все трачу. Тоже не выгодно, абсолютно не выгодно. Выгодно только в том случае, если я куда-то деньги инвестирую, хотя бы просто в депозит. Даже не всю сумму, а хотя бы часть суммы. Если часть суммы я инвестирую куда-то, даже просто на депозит, я получаю в итоге больше ежемесячной выплаты. И каждый год так можно менять. Но обращаю внимание, это должна быть самодисциплина. Если я все возьму, вот эту всю сумму просто переведу, я на моем личном примере, я просто переведу другую страховую компанию, комиссию, которая мне предложится, просто положу на депозит, эти деньги у меня остаются, сохраняются. Я получаю проценты по депозиту. В сумме я увеличиваю свое ежемесячное содержание на 14 тысяч тенге. Минимум первый год, на второй год примерно 13 тысяч. Это при самой низкой ставке депозита. При более высокой ставке депозита, конечно, я могу получить больше. Но опять-таки, процентные ставки, они разные. Вот сегодняшний момент, март 2022 года, выгоднее, кто меняет страховую компанию по истечении двух лет, получить комиссионное вознаграждение и положить и сохранить его, например, хотя бы на депозит. Конечно, предприниматели могут положить его в бизнес, получится, не получится, я не знаю. Я беру консервативный способ сохранения денег. Тот, кто собирается то же самое, открыть только первый раз пенсионный аннуитет, имейте в виду, комиссионное вознаграждение, которое вы получите, не тратьте все. Просто совет, не тратьте. Потому что, когда люди тратят комиссионное вознаграждение в ноль, открывается огромный, условно говоря, жор, и через три месяца начинают жалеть, что они перевели деньги в страховую компанию. Это синдром новичков, условно говоря. Тот, который уже не первый раз накопил деньги, меняет страховую компанию, он уже привычно понимает, что деньги со страховую компанию уже вытащить невозможно. Назад в пенсионный фонд этого сделать невозможно. Но есть пожизненное содержание. Конечно, переводить деньги из страхового компании в страховую компанию, ну, это не всегда возможно, потому что деньги исчерпываются. Каждая страховая компания, при переводе в другую компанию, начинает деньги изымать, потому что для формирования этого договора, для формирования фондов выплаты. Но есть возможность, переводя, получать больше. И вот, так как я постоянно считаю пенсионный уютен людям и делают эликуляторы, я могу сделать вам предложение, посмотреть ставки депозитов и сказать, что вам выгодно сейчас. Вот эта сумма в личном контакте, вы скажете, какую сумму вы готовы оставить из этой суммы. То, например, миллион пятьсот, вы оставите депозитии, соответственно, ваше денежное содержание будет выше, чем сейчас вы получаете в страховой компании на какую-то сумму. Семь тысяч, тринадцать тысяч. Все зависит от вашего доллара пенсионного иммунитета и от ваших потребностей. Еще раз напомню, у меня есть до этого предыдущее видео, где я говорю, если у вас гарантированный период выплат составляет больше, чем десять лет, у многих срабатывает инстинкт, что надо беспокоиться о своих наследниках, и поэтому надо оформить гарантирный период. Десять лет, двадцать, тридцать лет. Имейте в виду. Это не бесплатный гарантирный период, это вы оплачиваете его сами. Что мне кажется, ну, не совсем имеет смысловую нагрузку. Если вы будете менять каждые два года страховую компанию, то вот этот гарантирный период десять, двадцать лет, тридцать лет, он просто сгорает. Да, и поэтому это очень такая стимулирующий факт, вам не переводить деньги в страховую компанию. Но если вы берете гарантирный период один год и деньги сохраняете на депозитах, у вас есть возможность получать ежемесячное ежемесячное содержание больше. Ну, конечно, у каждого есть свой случай. Правда, когда я вот сейчас провожу расчеты пенсионного инститета, исключений пока не было. Ну, всегда людям выгодно переводить, если у людей гарантирный период больше десять лет. Ну, и даже те, которые имеют небольшой гарантирный период, просто рекомендация. Не тратьте деньги. Вкладывайте хотя бы депозит. Хотя бы половину суммы. Вот даже если я положу миллион пятьдесят тысяч тенге, я буду получать ежемесячную выплату в свое содержание больше, если я часть хотя бы денег сохраню. Вот это цель моего видео. То есть ежедневно работаю с пенсионным инститетом, провожу расчеты. Ты приходишь к определенным выгодам, потому что, ну, знаете, профессионализм – это не тот, который знает, как это сделать. Тот, который просто это делает каждый день. Вот чем отличается профессионал от умных людей. Профессионал просто больше опыта. Стоимость консультации, чтобы сделать вам персональный расчет, договориться со страховыми компаниями о самом большом комиссионном вознаграждении, так как я постоянно поддерживаю контакт со страховыми компаниями, определяю сам максимальную выгоду, и тот только мне обращается, я скидываю минимум три-два предложения от страховых компаний с подтверждением суммы комиссионного вознаграждения, чтобы вы понимали, сколько вы получите конкретно на руку. Без приставок, а вот еще минус перевод, а минус еще комиссии и так далее. Ну, такая разная история бывает. И, Надя, с чем я лично столкнулся? Очень неприятно терять друзей, когда ты это делаешь. Особенно друзей, которые работают у тебя в страховом компании, знакомых. Потому что у меня недавно женщина обратилась, вместо положенных миллион четыреста, ей предложил, как мне сказали, хороший друг, всего лишь миллион шестьдесят тысяч. Но это было не совсем приятно. Потому что ей сказали, что больше, чем миллион шестьдесят получить невозможно. А вышло, что это миллион четыреста. И не очень приятно такая ситуация. Поэтому, чтобы сохранить дружбу, вам я рекомендую, обратитесь. Я вам посчитаю, чтобы вы поняли, сколько вы получите. И тогда обращайтесь к своим друзьям с тем, что вот есть такая сумма. Я тебя очень прошу, ты можешь мне это подтвердить, эту комиссию, или не может. Не всегда ваш друг может выполнить вашу... И выплатить вам полную комиссию, потому что есть еще руководство, есть еще обязательства какие-то, ну, разные вещи. Но, чтобы сохранить дружбу, не дайте ему совершить ошибку. Скажем вот так вот, да? Обратитесь, я вам посчитаю. Стоимость моей службы 15 тысяч тенге. Я помогу вам рассчитать, спланировать свои выплаты для того, чтобы понять, что вас ожидает. И, может быть, если у вас есть знакомая страховая компания, не разрушить вашу группу. Вот такие мысли одолевают, когда считаешь. Сейчас уже 7 утра, еще 7 нет. Но вот записал это видео для того, чтобы поделиться своим опытом, что ли. А у меня на сегодня все. Доброго дня!